Коллектив детской поликлиники номер один получил поздравление с профессиональным праздником одним из первых. Несмотря на то, что массовые мероприятия отменены, врачам, медсестрам просто нельзя остаться без слов поддержки. Сотрудники поликлиник уже несколько месяцев контролируют потоки пациентов и, несмотря ни на что, продолжают оказывать помощь. Входы в поликлинике – это особая зона, где нужно выявить пациента, потенциально больного и зараженного. Не допустить внутрибольничного заражения. Ведь не случайно, что основные очаги возникновения коронавирусной инфекции – это стационары, медицинские стационары, пансионаты. Это было в Европе, это было во всем мире и, к сожалению, это повторяется у нас. Поэтому вот этот жесточайший режим, который на сегодняшний день организован во всех организациях медицинских, в том числе и в нашей больнице, – это требование этой обстановки. Главврач первой горбольницы поблагодарил медицинских работников всех уровней за профессионализм, который они продемонстрировали в эти непростые месяцы. Пациентам тоже пришлось непросто. Плановая помощь отменена, больница принимает только по жизненным показаниям, не действует дневной стационар, приостановлена диспансеризация. Но уже возобновилась вакцинация, не прекращается прием в поликлиниках, по-прежнему проводятся операции. Все это время действовал роддом, где оказывалась помощь новорожденным и их мамам. Самое главное, что мы сейчас видим, что медицинские работники к этой ситуации подошли настолько профессионально, настолько ответственно, и не знаю ни одного человека, который бы отказался работать в этих условиях. Это тяжелая работа. Это каждый день надеть так называемые средства генеральной защиты, костюмы, которые очень непросто в них выполнять обязанности. Это работа в респираторах, в масках постоянно, в очках. Мы не привыкли в этом работать. Но это надо работать. Они не военные, они не МЧСники, просто санитарочки, просто медсестры, врачи обычные, которые в этих условиях выполняют свою профессиональную обязанность. Как отметил Юрий Шелохович, медицинские работники Ленинска-Кузнецкого трудятся не просто в условиях повышенной готовности, но и в острой нехватке кадров, работая за двоих. Но, несмотря на нелегкие условия труда, продолжают отстаивать свое призвание помогать людям. Уважаемые медицинские работники, уважаемые работники, сотрудники медицинских организаций, которые не имеют медицинского образования, уважаемые наши ветераны, медики, я с большим удовольствием сегодня хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником, Днем Медицинского Работника. Хочу выразить вам огромнейшую благодарность за ваш самоотверженный труд, за ваш профессионализм. Хочется пожелать вам удовлетворения от вашей работы, благополучия в ваших семьях, самое главное – здоровья. Я верю, что этот период, нелегкий период в жизни нашей страны, нашей больницы, связанный с коронавирусной инфекцией, он пройдет. И пойдет он благодаря вам. С праздником вас! Ко дню Медицинского Работника денежной премии будет отмечен каждый сотрудник. Кроме того, около 80 человек будут награждены городскими, областными и ведомственными наградами. Ольга Зимарина, Василий Овухов, Ленинск ТВ.